Добрый день, коллеги! Мы хотим предоставить вам наш доклад о возможностях УЗИ-диагностики метастических поражений при опухоли головы и шеи. Лимфатическая система достаточно сложная система, и ведущей единиц ее является первичный лимфатический узел. Современные ультразвуковые аппараты уже могут позволить себе достаточно хорошо визуализировать мельчайшие даже фолликулы в субкортикальном отделе лимфатических узлов, которые соответствуют морфологической картине данных изменений. Уже в Б-режиме при ультразвуковой диагностике мы можем решить морфологические изменения лимфатического узла. Это его размер, форма, соотношение переднего и заднего диаметра лимфатического узла, структура картикального слоя, контур, дифференциация в области ворот лимфатического узла, поражение локальное или всей поверхности узла, и также оценить патологические включения в картикальном слое. При режиме доплевского картирования мы можем оценить входящие и выносящие лимфатические сосуды этого узла, а также оценить неогенез сосудов и сосудовый рисунок окружающих тканей. В мультипараметрическую ультразвуковую исследование теперь входит компрессионная эластография, которая на основе паттерна, которые были применены в 2007 году, мы можем характеризовать жесткость узла и, соответственно, оценить, подозрительен ли он на злокачественность процесса. Она существует в качественной оценке, которая видна на данном слайде, и также можно оценить полуколичественную оценку при компрессионной эластографии, которая оценивает патологический очаг и референтную зону, которая при лимфатических узлах, которая оценивается подкожно-жировая клетчатка. Пороговое значение приблизительно равно 2. Ультразвуковое исследование мультипараметрическое также на данный момент уже с 2011 года входит в контрастно усиленное исследование, которое привело к тому, что ультразвук может конкурировать с такими модальностями, как магнитно-резонансная томография и компьютерная томография. При лимфатическом узле мы можем выявить оценку направления контраста, накопление его, а также определить сосудо-неогенеза при контрастном усилении, и также выявить, может ли контраст экстравагации в окружающей ткани. Данное исследование проводится с аппаратом Санавью, который позволяет рассчитать перфузию контраста вещества при низкой амплитудной мощности ультразвукового аппарата, а также выяснить кинетические кривые, как в артериальную, позднеартериальную и венозную фазу. Неизмененный лимфатический узел мы выделим на экране, который соответствует овальной форме лимфатический узел с четкими ровными контурами без нарушения дифференцировки, с единичными локусами кровотока в воротах. При эластографии мы видим, что это достаточно мягкий узел, который соответствует коэффициенту жесткости 0,6, и при контрастном усилении контраст заполняет однородно все структуры узла. При умеренной реактивной гиперплазии кортикального слоя или при лимфодените повышается кровоток в лимфатическом узле, меняется толщина кортикального слоя, и при эластографии все равно мы видим, что узел достаточно однороден, с низким коэффициентом пограничным, и при контрастно усиленной трозговой исследовании мы видим, что однородно заполняется контрастом. При подозрении на метастатический процесс мы видим уже нарушение архитектоники лимфатического узла, с повышением в этой зоне наличия при СДК у повышенного кровотока, с изменением структуры сосудов. Также мы видим, что при контрасте эта зона более усилена по сравнению с окружающей тканью лимфатического узла. При поражении при злокачественной лимфоме важно выявить их изменения по сравнению с реактивностью лимфатических узлов. Мы видим мельчайшие увеличенные фолликулы в кортикальном слое, мы видим характерную для этого линейность изменения кортикального слоя, с усилением изменений в ткани лимфатического узла, но при этом при эластографии этот узел достаточно нежесткий и с низким пороговым значением. При контрастно усиленной ангиографии мы видим характерный для данного поражения вид звездчатого неба, то есть изменение в кортикальном слое мельчайших сосудов лимфатического узла. При метастатическом изменении мы видим нарушение архитектоники с нарушением кортикального слоя, с повышенным восклилизацией по периферии воносящих лимфатических сосудов. Также мы видим, что достаточно высокая на слайде жесткость данного узла. И при контрастно усиленной ультразвуковой диагностике мы видим, что в артериальную фазу данный узел достаточно хорошо накапливает контраст, и венозную фазу он очень быстро вымывается. Что характерно для топографических лимфатических узлов? Эта классификация была применена давно, в 2000 году, и утверждена в 2001-м Американским объединенным комитентом по излучению злокачественных опухолей и от ларинкологии и хирургии головы и шеи. В 2006-м наши коллеги из Института Сечина и Бахинап рекомендовали ее для применения в онкологической практике. Вы видите, что классификация достаточно значительна на слайде, и в эту группу лимфатических узлов не входят лимфатические узлы заушной области, затылочные, околоушные лимфатические слюной железы, латеральные, медиальные, ретрофарингеальные, лицевые и верхние медицинальные лимфатические узлы не относятся к лимфатическим узлам шеи. Я не буду подробно останавливаться на что соответствует, но группа подбородочных лимфатических узлов, это первые А и Б уровни, которые, как правило, поражаются рак на полости рта, передний отдел языка, нижней челюсти и нижней губы. А1Б это рак полости рта, передней носовой полости, мягких тканей, лица и почелюстной слюной железы. В режиме мы видим на слайде изменения в почелюстном лимфатическом узле с нарушением архитектоники, с истончением критикального слоя и увеличением медулярного отдела лимфатического узла. При цветном доплерокартирном и энергетическом доплерокартирном мы видим изменения по периферии с усилением кровотока. И при эластографии мы видим, что данный узел достаточно жесткий, имеет четвертый тип эластатив с высоким коэффициентом жесткости. И при контрастно усиленной ангиографии мы видим, что сосуды по периферии достаточно хорошо воскулизированы. Это метастатическое поражение при раке корня языка, русскоклеточный рак. К второму уровню А и Б это верхние еремные и передние лимфатические узлы. Далее идут верхние и задние, которые располагаются к заде откивательной мышцы. Третий уровень это средние еремные, которые ориентированно служат нижней край позиедничной кости, нижней край щитовидного хряща. И четвертая группа это нижние еремные, которые ограничены ключицей и нижним краем щитовидного хряща. Здесь желхализуется так называемый верховский лимфатический узел. Чаще всего это поражение носоглотки, ротоглотки, гортания, колоушной слюной железы и полости носа. На примере в Б-режиме мы видим лимфатический узел также с измененной архитектоникой, с участками кистовидной трансформации по типу некроза. Видим, что также идет усиление кровотока только по периферии с нарушением асимметрии, увеличением показателей жесткости четвертого стати с высоким коэффициентом. И при контрастно-усиленном ультразвуковой исследовании мы видим, что также в венозную фазу идет усиление только по периферии контраста. В центре контраста мы не наблюдаем, что соответствует некрозу узла. Это метастатическое поражение при раке гортани, плоскоклеточный рак. Пятому уровню соответствует задний треугольник шеи, ограниченный, как правило, кивательной трапециевидной мышцей и латеральным краем кивательной мышцы. В этой зоне А и Б характерны поражения рака носоглотки, ротоглотки, кожи шеи и задней части главы. На примере мы видим в Б-режиме незначительных размеров лимфатические узлы с измененной уже архитектоникой, без десеринцовских ворот лимфатического узла, с только локальным усилением по периферии сосудов. Мы видим с третьим ластотипом пограничным, потому что есть участки как высокой жесткости, так и участки низкой жесткости, мягкой. И при контрастно усиленной утрозвуке мы видим, что только по периферии имеется контрастное усиление лимфатического узла. Это метастатическое поражение лимфатического узла при меланоме. И последний уровень – это непарный уровень лимфатического узла переднего центрального отдела шеи, который начинается от подъязычной скоси до еремной вырезки и включает в себя прелонгриальный паратрахиальный с обеих сторон, расположенный вдоль возвратного нерва. И седьмой уровень – это нижний паратрахиальный, который находится ниже рукоятки груди, наключится на уровне верхней апертуры. Это обычно поражается при раке щитовидной железы и шейном отделе пищевода. И пример. В B-режиме видим незначительных размеров лимфатические узлы с нарушением уже кортикомедулярной структуры. И в кортикальном слое единичные включения по типу точечного фиброза или микрокальцинации. При режиме CDK есть кровоток, достаточно усиленный, но радиально не является радиальным. При эластографии мы видим различные степени эластотип и третьи и четвертые с достаточно высокими коэффициентами жесткости. Это метастатическое поражение при раке щитовидной железы и папиллярный рак. В заключении хочется сказать, что к клиницистам и специалистам лучевой диагностики необходимо обозначать лимфатические узлы в соответствии с современной классификацией. Она достаточно легка в понимании. Это позволяет лучевым терапевтам и хирургам планировать лечение. И нам общаться, отвечает клиническим требованиям, позволяет специалистам общаться на одном языке. И мультипараметрическое ультразвуковое исследование, обладая достаточно высокой диагностической специфичностью, позволяет установить уровень поражения, структуру пораженоза, а также выполнить точное наведение при биопсии. Спасибо за внимание.